Руководитель общественного движения «Доступ открыт» – 30-летний Александр Мехков, инвалид с детства. С недавних пор он единственный человек в России с диагнозом «спинальная амиотрофия», который прыгнул с парашютом. И совершен этот прыжок под Рязанью на территории дробзоны Крутицы. Мечту молодой человек лелеял давно, но осуществить ее не получалось, потому что ни один инструктор не брался за такую сложную и ответственную задачу. В конце июня состоялся уникальный прыжок, который теперь обсуждают тысячи человек на просторах сети интернет. У любого человека есть мечты какие-то свои, какие-то желания. Почему нет? То есть только потому, что человек не может ходить или не может сделать что-то. Для этого и сделаны были тандемные прыжки, чтобы дарить людям счастье, возможность свободного падения. Потому что каждый человек с 15-минутной какой-нибудь тренировкой может пойти и прыгнуть самолетом, вместо того, чтобы тратить какое-то количество времени, денег и прочих средств на обучение, чтобы прыгать самому по себе. А так, ну пришел, есть человек специально обученный, который умеет все это делать, подарить человеку счастье. Хоп, пошли прыгнуть, почему нет? Юрий Гормашов – парашютист с мировым именем. Количество прыжков за последние 9 лет подбирается к 9 тысячам. Давно, когда Юрий был еще учеником начальной школы, его папа стал работать спасателем. Имея перед глазами такой пример, Юрий был обречен выбрать совсем необычное дело жизни. Сейчас он член сборной России по парашютному спорту. Он и решил осуществить мечту Александра Мехкова, хотя это была непростая и очень ответственная задача. Ну я, в принципе, никак особо не готовился. Я приехал человек, сказал, хочу прыгнуть. Ну окей, приезжайте, будем прыгать. Он приехал, я был немного удивлен состоянием. Ну что же, если ты хочешь, значит надо прыгать. Ну все, а так, что, ну, сложностей особых не было. Ну немного там пришлось по-другому одеть подвесную систему, потому что надо было уложить его на землю, одеть подвесную систему на него. Потом опять же требовалась помощь людей, чтобы загрузить его в самолет. Ну и в принципе все. Ну а остальное, ну приземление нам тоже понадобилось помощь. Юрий довольно скромно и сдержанно рассказывает об уникальном прыжке. Для него это очередной пункт сделано в списке тех, что подтверждают. Для некоторых людей не существует слова «невозможно». Субтитры подогнал «Симон»! Ну и в принципе все.